Девушки отдыхают Как обычно Ага Слышь А че это за хрен с горы Этот Не знаю Ходит тут иногда Значит вот На такси в пробке стоишь Эй смотрю Машин столько Прямо не проехать Давай завязывай На мозги капать Так башка болит А что такое Всю ночь Оперативные Розыскные Мероприятия проводил Да Какой ты догадливый А Мне такой компонент Больше не нужен Все Успехов Как ты это есть сможешь Да я че тут абонемент что ли Купи пять шаверс и грекотика Тебе не понять И вообще Чтоб ты понимал Шаверма с пахмелья Это то что доктор прописал Хотя кому я говорю Спортсмену активисту Из общества Трезвость на шканек После обновления Мне нужно Успехов Прямо Похоже Похоже Чтоб Ус Что-то едят, и пойдём разбираться. А с какого мы должны? Потому что, Митенька, это наша территория. Леван, дай салфетку. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чё приехал-то? Узнал, что у брата Ларёк пострадал? Слушай, Тигран, я вот тебе хотел узнать, ты как участковый за кого больше переживаешь? За брата или за ваш семейный бизнес? Да я там, меня вызвали, короче. А, из себя вызвали? Так давай иди работаю, расспрашивай жильцовку. А ещё хотел узнать, когда люди дверь открывают, не пугаются, нет? Не поверишь, ведь радуются. А-а-а, всё-таки большие деньги портят людей. Иногда буквально. А вот здесь ты не прав. Большие деньги портят только маленьких людей. А нормального человека никакие бабки не испорчат. И вообще, чтоб ты знал, деньги они показывают, кто ты есть. У тебе бы я сто баксов не доверил. Ты бы сразу свое спортивное питание бы потратил. Витя, не смеши меня, откуда у тебя сто баксов? Всё, что в иглу ходит. О, начальство. Ну, что тут у нас опять плохого? А у нас всё хорошо, как обычно. Личность убитого установлена. Это Дмитриев, владелец микрокредитной организации. Заказное убийство, значит? Возможно, проверим. Отработаем личные связи и партнёров. Ты куда лезешь, мутант-домбанный? Вы ко мне? По поводу мужа? Да, по ходу, да. Пару вопросов вам надо задать. Да меня уже вызвали к следователю. Вот я сейчас к нему еду. Прекрасно, по дороге поговорим. Что? Да, ну что, столько стоит? Что? Машина. Три с половиной. Мне на такую не накопить. Может, вам ещё кредит выдать? Слушайте, давайте какие-то нормальные вопросы задавайте. Ах, да. Я хотел узнать про ваши отношения с мужем. А что? Хорошие отношения? Нормальные? Жили счастливо, тихо, спокойно, как в гробу. Очень интересно. По версии следствия, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Воделец автомобиля Дмитриев Юрий Михайлович погиб на месте. Спасибо, Надежда. С нами была на связи наш специальный корреспондент с места происшествия. Да-да. Капитан Орлов. Добрый день, Николай Львович. Добрый, добрый. Какой тут добрый? Вроде не 90-х. Людей на улице взрывают. Николай Львович, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Ага, понимаю. Я же у вас теперь первый подозреваемый, да? Вот, вы же сами все понимаете. Какие у вас были отношения с убитым? Я вам честно скажу, непростые. Было очень много спорных моментов. Говорю, как есть, но когда... Что? Мы всегда старались находить компромиссы. Конечно, в последнее время Юра себе позволял. Вел себя по-хамски. Регина, у меня будет маленькая просьба. Если вы вспомните что-то важное, позвоните мне. Хорошо. Танюша, а что случилось? Машинка сломалась. Соседи чуть-чуть нас допили. Ничего себе. Ну, а что ты хотел? Она у нас уже столько лет проработала. Так, через пару недель у меня зарплата будет. Купим новую. Ты предлагаешь несколько недель ждать? Может, кредит возьмем? Таня, давай-ка обойдемся без кредитов. А что такое? Ничего. Просто ты прекрасно знаешь, какие я деньги зарабатываю. Я не собираюсь платить конские проценты и кормить каких-то там бары. Ладно. Ты же у нас мужчина. Как скажешь, так и сделаем. Держи. Ох. Вот я не понимаю. Вот скажите мне, вот вы бы смогли ездить на машине за три с половиной ляма, а? Слушай, я никогда таких бабок не заработаю. Машина — это мещанство. С тобой все понятно, ты у нас свободный художник. Слышишь, художник, а? Ты бы для приличия чай заказал. Чего ты кипяток этот хаваешь? А у меня денег нет. Ага. Молодец. А что ты тогда без денег сюда ходишь? За вдохновение. Ой, извините, извините. О, блин. А что мы такие серьезные сегодня? Да так. В эти квартиры съехать попросили, я новую нашла. А там снова. За первый месяц заплатить. Последний месяц по нуля. Вообще. Вот, держи, чем богат. Спасибо. Я тебе больше не дам. Мне еще надо дочкой зимний обувь покупать. Ты же говорил, что в разводе. Ну да. Слушай, даже если я в разводе, ребенок что, должен босиком по снегу ходить? Ну логично же. Да я не к тому. Ладно, спасибо большое. Я отдам подсмалку. Да перестань ты, Адаш. Да. Здравствуйте. Это Регина. Я кое-что вспомнила. Вы можете приехать? Да не вопрос. Выезжаю. Здравствуйте. Что случилось? Ничего не случилось. Я соврала вам. Я ничего не вспомнила. Просто сегодня первая ночь, когда я одна, и мне стало страшно. Так, ну с Сульвяновым мне все понятно. Вовремя приходить на службу, это не его метод. Но телефон-то можно было включить. Так у него разведился, наверное. Ну что ты его постоянно передо мной покрываешь? Ощущение такое, что он враг какой-то. Олег, если у нашего коллеги возникают какие-то проблемы, не надо молчать об этом. Мы здесь друг к другу, не чужие люди. Ну, что у нас хорошего? Ни во что. Все как обычно. Без изменений. Он Ильянова опять где-то носит. Ага. Ну, знаешь ли, хорошая опер ценится не за то, что на службу не опаздывает. Ага. Я вот помню, мы с моим напарником лет двадцать тому назад брали одного барыгу. Но он паленой водкой торговал. Так вот, значит, я приезжаю на место, а мой напарник… Михаил Иванович, тут у нас по делу Дмитриева капитан Орлов хочет доложить. Ну-ну, интересно. Докладываю. По делу Дмитриева зацепок нет, отрабатываем версию. Молодцы. Много наработали. Михаил Иванович, в капитане Орлове я не сомневаюсь, он не первый год работает в розыске. Так что… Ну, ты Ульянова тоже со счетов не сбрасывай. Ну, я… Я знаю, что он у тебя поперек горла. Но, в конце концов, он не красная девица, чтобы тебе нравиться. Понял. Работайте. Есть. Работайте. Есть. Есть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Где тебя носят? Коновалов уже рвёт и мечет. Отрабатываю версии. Так, Витя, слушай меня. Давай ноги в руки и мучай сюда. Да еду я, еду в пробке стою. Короче, ты понял. Ты приедешь вечером? Ну я прошёлся по домам, со всеми поговорил. Ну и чё узнал? Давай, давай, не тяни кота за тестикулы. Да ничего. Никто ничего не видел, короче. Подожди, а где показания дворника? Какого дворника? Наш дворник уже неделю бухает. Ты уверен? Чё-то на пьяного он не был похож. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну привет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Проходи. Слушай, ты чё такой кислый сегодня, а? Возьми у Тиграна изюмчик и слоненького поешь. Будешь? Да так ерунда. Мастералка сломалась, а денег нет купить новую. Возьми кредит. Еще один. Прямо как моя Таня. О! Тебе уже два человека умные вещи говорят. Ага. Очень умные. Взять десять тысяч, чтобы потом сто отдать. А кто тебе говорит про отдавать-то, а? А коллектора? Олег, вот ей-богу, ты вот как первый день замужем. Короче, брал свой телефон в кредит. Пришли потом ко мне эти гоблины, мол бабки надо возвращать. Ну и все, я им популярно все объяснил, что если они ко мне еще раз сунуться, я у них на кармане героин найду, стволы найду, еще пару глухарей в придачу припишу. И все, они теперь как зайчики, больше меня не беспокоили. Не-не-не, Витя, я так не могу. И вообще все это как-то не очень честно. О, да ты у нас романтик. Олег, в твоем возрасте идеализм приводит к депрессии и ранней импотенции. Витя, да при чем тут идеализм? Это же барыги. Ну хорошо, ты мент, ты можешь ничего не отдавать. А остальным как? Они что, за эти конские проценты почки должны продавать по-твоему? Ну их же за уши никто не тянет брать кредит. Ну мало ли у людей ситуации бывают. Ого, мало ли. Башкой-то надо своей думать. Никто же не скрывает, что там большие проценты. И клиентов у этих кредитных компаний, я тебе скажу, меньше не становится. Вон, и Дмитриев наш не бедствовал, у него все в порядке с бизнесом было. Вот это точно. Нет, не моя эта тема и все тут. Ну что, он две недели продержался. Правда, Даня, конечно, голову мне съест. Че ты лыбишься? Вот, здесь дворник живет. А дверь-то не закрыта. Ну пока. Так. Портвень дешевый. Давай, мужик, вставай! Мужик, вставай! Давай, 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 давай! Погоди, погоди, пусти-ка специалиста. Так, вот сейчас. Ну-ка, давай, 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 родной. Что такое? Вы кто, а? Кто, кто? Полиция. В пальто. Где ты был вчера утром? Вчера не помню. На работу собирался. На работу. Мужик. Подошел. Поправиться предложил. Мы выпили. Че за мужик? Ох. Толик, помню. Полиечный вроде. Мужик. А имя помнишь, как его зовут-то? Да без его знать. Так. Давай-ка, давай, 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 давай. Да, вот, да. Да, вот, да. Вот. Получается, киллер наш спер у дворника одежду и метлу? Надо экспертов дождаться, пусть пальчики снимут. Наверняка там на бутылках или стаканах остались. Составим фоторобот, объявим в розыск. Слушай, Тигран, обмитнись-ка по ближайшим помойкам, а? Посмотри, наш приятель должен был там где-то робу оставить. Нет, я по помойкам не полезу. Тебе надо, ты и лезь. Алло, гараж. Не полезешь в помойку, я ларек твоего брата нахрен прикрою. Да? А шаверму где ездить будешь? А ничего, перебьюсь как-нибудь. И капитан Орлов тоже считает, что шаверма очень вредна. Да-да. Да. Витя, ты можешь приехать? Чего происходит? Да так, дело одно. Ты давай и экспертов дожидайся. Ага. Кто это сделал? Крайков. Витя, мне кажется, это Крайков заказал моего мужа. Послушай, постарайся вспомнить, ты в последнее время не замечала человека со шрамом на лице? Он мог следить за твоим мужем и скорее всего он убил. Нет. Хотя подожди, я когда приезжала на работу к мужу, я один раз видела, как из машины Крайкова действительно выходил человек со шрамом. Видите? Куда, мужчина, стой! Стоять, эспертон! Крайков. А вы кто? Крайков. Как это происходит? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Андрей, я тебя прошу, не надо мне звонить. Я уже все решила. Подождите! Ну, я действительно ее ударил. Я просто хотел выкупить у Регины долю Дмитриева. В конце концов, она мне сама позвонила. Я ей предложил хорошие деньги, а она отказалась. Я не понимаю, как так вышло. Я вообще женщин никогда не бил. Слышишь ты? Я не спрашиваю, что у тебя куда зашло и что откуда вышло. Я ведь все знаю. Убил компаньон, захотел его долю забрать, у его жены отнять, да? Киллера нашел. Я сын одного киллера! Я вообще не понимаю, что происходит? Фитя! Давай выйдем. Разговор есть. Фитя, что-то тут не сходится. Странно он себя ведет. Он сам подумал, что идиот. Не предусмотрел, что после смерти Дмитриева все к его жене перейдет? Слушай, да нормально все. Сейчас ему пару вопросов задам, он расколется. Подожди ты, Витя. Пусть пока в камере посидит. Основание для его задержания есть. Он Регину избил. Посадим к нему агента, он его разговаривает, и мы во всем разберемся. Да, Марин. Витя, привет. Напоминаю, Насте нужно купить обувь. Да я все помню. Заберу я сейчас с тренировки и все и куплю. А знаешь, раз ты такой умный, давай-ка сам все и решай. Папа, ты про работу думаешь? Ну, так немножко. Мама говорит, если бы не твоя работа, мы бы вместе жили. Наверное, так оно и есть. Папа, не переживай, у тебя все будет хорошо. Спасибо тебе, ребенок, за поддержку. Но что-то я в этом сомневаюсь. Ты должен верить в себя, и самое главное, не пить. Ты же хороший человек. Чтобы оставаться хорошим человеком, нужно принимать какую-то анестезию. Пап, можешь тебе помочь? Я за тебя переживаю. Спасибо, ребенок. Но я должен сам себе как-то помочь. Я по тебе очень скучаю. А я по тебе. А по маме скучаешь? Бабки появились? Так картинку продал. Слушай, Федя, дело у меня к тебе есть. Мне человека надо одного найти. Начинается. Ты че, вообще что ли? Ты лучше вон со своего этого участков вас просить. Маш, иди пройдись. Ты забыл, что ты у меня агентом числишься? Ты за это бабки получаешь. Ой, да были бабки. Ладно. Теперь будешь работать бесплатно. А начнешь выпендриваться, я тебе фокус покажу, как твой сломанный срок в реальный превращается. Вот так вот в нашей стране притесняют художников. Рассказывай. Вы что за человек? О, какие люди! Я на вас жалобу напишу. Пиши, пиши, писатель. Ты какого хутора Крайкова освободил, а? Так он не виновен, Витенька. Крайков рассказал моему агенту, что баба решила его пошантажировать. Он ее ударил, а потом его обвинили в убийстве. Пошантажировать? А на чем пошантажировать? Вот. Оказывается, у них была любовная связь. Но Крайков решился прекратить. Вспомнил о жене и ребенке. А у Регины сохранилась вся их переписка в телефоне. И она решила ему напомнить о ней, когда он пришел выкупить долю ее мужа. Он, чтобы заплатил побольше. Поэтому он ее ударил, да? Какой догадливый. Но к убийству Дмитриева он не имеет отношения. Привет. Ты спала с Крайковым? Что? Может быть, в мечтах его я и спала с ним. Витя, он всегда хотел получить то, что имел мой муж. Витя, что ты делаешь? Веть! Витя, отдай телефон. Ого. А Крайков-то у нас не гигант. С таким бы я. Только микрокредитами бы и занимал. О, и ты тут тоже. Ничего себе! А ты что, может быть, ревнуешь? Крайков сам виноват во всем. Он хотел выкупить долю моего мужа. За копейки. Я не могу себе этого позволить, Витя. Я, в конце концов, одинокая женщина сейчас. Витя, у нас все будет хорошо. Если ты мне поможешь, я обещаю тебе. Витя! Прощай, любимая. Будем считать, что мы не сошлись характерами. Ах ты, тварь! Ненавижу тебя! Ненавижу! Тань, ты чего? Нельзя было две недели подождать. Ну, знаешь что? У нашего сына не двадцать пять пар штанов, а всего трое. Ну, пусть он сам постирает. Я, между прочим, в его возрасте стирал. То, что ты в его возрасте стирал, совсем не значит, что он должен делать то же самое. Я понимаю, у тебя родители бедно жили, но их же это устраивало. Надеюсь, любовь к нищете не передается по наследству. И далеко собрался? У меня ночное дежурство. Попросили подменить, я забыл. Олег! Люся, а ты что здесь делаешь? Вы же сами сказали, что результаты экспертизы должны прийти по квартире дворника. Вот я сидела и ждала вас. Дай-ка посмотреть. Слушай, пусть пока это у тебя полежит, хорошо? Хорошо, ладно. Товарищ капитан, может, вы меня проводите? Люся, давай я тебе такси вызову. У меня тут еще одно дело нарисовалось. Эй, чего несем? Так это, форму нашел, короче. А ты не хотел там эксперта вызвать? Ты же пока нес, все из карманов вытряхнул. Нет, я все проверил, там ничего нет. Какой молодец! А тебя не учили в детстве, что шарить по чужим карманам нехорошо? Ладно. Потом занесешь в дежурь. Слушай, а где здесь водки можно купить ночью? О, не знаю. У нас в районе такого нет. Ну, конечно, нет. Тигран, а ты хорошо обязанность участкового знаешь? Читал. Один раз читал. А ты в курсе, что там нет пункта крышевать бизнес-ростников? Ливон, это что за фильм «Матрица»? Что, у твоего брата близнец есть? Да нет, короче, днем здесь жена Ливона работает. А он шаверму продает. А ночью он сам здесь работает. Ночью опасно. Ливон, ты хоть спишь когда-нибудь? Ага. Слушай, а вон ту водку, кто у тебя пару дней назад покупал под утро? Эту? Ага. Не, мы утром водку не продаем. Ну и что? Слушай меня, дорогой, у меня есть результаты экспертизы, что эта водка паленая. Я не удивлюсь, если вы ее тут разливаете в подсобке. А это как ни крути статья. Так что, может, исправим ситуацию, ты мне все расскажешь? Да вроде было, да, но я ничего не помню. Ну, честное слово. Ох, Ливон, огорчаешь ты меня. А у нас здесь камера есть. Пойдем, посмотрим. Да, камера есть у нас. Здорово, художник. Ну, че, нарыл что-нибудь для меня? Ну, есть кое-что, с тебя, лискарь. Приходил к моему корешу один, чувак хотел купить взрывчатку. Опа. Познакомь-ка меня со своим корешем. Я его за терроризм посажу. Мне как раз надо план выполнять. Ну, че ты, ага, Ульяна, ты че хочешь, моего кореша посадить или мужичка поймать? Давай, рассказывай уже нам. Короче, пришел этот мужичок странный какой-то. Сразу всех денег заплатить не мог. У него какие-то проблемы там были с баблом. Он каких-то кредитов набрал, коллекторы на него наехали. Ну, в общем, мой кореш ему ничего не продал. А где мужик живет, знаешь? Да и тут вот с семьей квартиру снимает. Правда, жена от него, похоже, ушла из-за всей петрушки с коллекторами. Ну, поехали, покажешь. Эй, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не столь гениальный художник, отбыльный. Ствол на землю! Руки перед собой, чтоб я видел! Ты как здесь оказался? А гражданин Селиванов водку покупал в ночном магазине для дворника. Прямо оттуда звонил кому-то. А в пять утра не так много звонков. Так что мне его номер пробили быстро. так как-то глупо все получилось. Меня с работы уволили, я никуда устроиться не мог. А у меня жена, ребенок. Но я подумал и решил взять кредит, чтоб хоть как-то перебиться. да, очень мудрое решение. Да, Витя? Что дальше-то было? В банках мне отказали. Я пошел в эту контору к Дмитриеву, взял 50 тысяч. Жене ничего не сказал. А через два месяца оказалось, что я должен уже 500. Эти уроды, коллекторы, наезжать начали. Жена не выдержала, забрала сына, ушла. И вот тогда я подумал, что этот гад Дмитриев жить не должен. Следить за ним начал. Но в конторе опасно, охраны много. А тут увидел, что он иногда шаферму жрет. Еще все думал странно. Денег у мужика дофига. Знаю я одного такого гурмана. Вот, Витенька, это то, о чем я тебе говорил. Ой, ну, конечно. Своей башкой надо было думать, а не людей взрывать. Ты что наделал, дурак? Ты что наделал? Я хочу, чтобы Крайков сел. Гражданочка, давайте-ка вы со своими тайными желаниями сами разберетесь. сел, лег. А стоя тоже неплохо получалось у тебя. Он избил меня. За это даже условно не дадут. А вот за нападение на сотрудника можно и присесть. Сколько стоит решить этот вопрос? Я могу заплатить? позвони мне. Да. Так кто мне там говорил, что деньги людей не портят? А что ты ржешь-то? Взял бы денег, машинку бы стиральную купил. Жену бы ублажил. Да пошел ты. Ну что ты творишь? Ну что ты творишь, а? Ты в курсе, что на тебя Крайков эту жалобу накатал? Да не переживайте вы так, товарищ подполковник. Заберет он свою жалобу. Это с какого? А есть у меня одна информация, которая его жене ой как не понравится. Так что как зайчик заберет. А вы так сильно не нервничаете, вам вредно нервничать. Люся. Девушки отдыхают. ты знаешь, что я не пью. да, я в курсе. Слышь, Олег, ты меня так-то вчера жизнь спас. Поэтому я выпью за тебя. Да, Тань. Олег, пройди. Я, наверное, сказала лишнее. Прости меня, пожалуйста. Возвращайся домой. Скоро буду. Дома поеду. Ну, че. До завтра. Давай, пока. Папа, у нас новая стиралка. Откуда? Это папа купил. Представляешь, позвонила ему, сказал, что поломалась стиральная машина, он новую привез. Удачно получилось, да? Ты раздевайся, ужинать пойдем. До завтра. Та. Удачи. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ